Привет всем велотуристам! Сегодняшнее видео будет о том, как я планирую и составляю свой маршрут на этапе подготовки к велопутешествию. В какой программе я это делаю, какие особенности, как я нахожу места для ночевок, как я планирую места для ночевок, и какие есть особенности при планировании веломаршрутов, если путешествуешь за границей, где я нахожу эти веломаршруты. Обо всем этом в сегодняшнем видео. Так что, если кому-то интересно, оставайтесь со мной и поехали! Для составления своих маршрутов я пользуюсь планировщиком маршрутов, которые находятся на сайте alltrails.com. Я думаю, многие об этом сайте уже слышали, но если кто не слышал, ссылочку я оставлю в описании. Вот как он выглядит. Я уже на него зашел. Здесь нужна регистрация, но я думаю, что я уже на нем зарегистрирован, поэтому этот момент я пропускаю. Думаю, ни у кого не возникнет трудностей с регистрацией, все там просто. Интерфейс англоязычный, но при желании, если кому-то будет сложно, то можно воспользоваться гугл-переводчиком. Я пользуюсь английской версией. Тут есть бесплатный функционал и за деньги версия Pro. Я пользуюсь бесплатным, в принципе, мне этого достаточно. Итак, нам надо составить маршрут. Что мы для этого делаем? Заходим на вкладочку Saved и из выпадающего списка выбираем Create Map. Создать карту. Кликаем мышкой. И появляется у нас карта. И здесь есть два варианта. Draw on Map. Это нарисовать на карте, то есть создать маршрут с нуля. И Upload from File. Это значит, что вы уже где-то скачали трек в виде GPX файла. И можете загрузить его сюда и потом уже с ним работать, изменять его под свои, как говорится, желания. Но мы будем делать маршрут с нуля. Кстати, здесь есть разные карты, которыми можно пользоваться вместо... То есть вот эта карта, которая идет по умолчанию. Это карта All Trails. Есть еще карты Osmond. Кстати, можно также сразу пользоваться картой Osmond, чтобы карта была такая же, как будет на вашем навигаторе. И есть карты наложения. Но о них я чуть-чуть расскажу чуть позже. Но я пользуюсь картой по умолчанию. Итак, начинаем составлять маршрут. Нажимаем Draw on Map. Создать карту. Теперь нам надо выбрать, каким видом активности мы занимаемся. И смотрим. Здесь есть Хайкинг. Это Пеший туризм. Маунтин Байкинг. Это катание на горных велосипедах. Байк туризм. Это велотуризм. Роад байкинг. Это шоссе. Оффроад байкинг. Ну и так далее. Я всегда выбираю байк туризм. Это велотуризм. В зависимости от того, какую из этих пунктов вы выберете, маршрут может отличаться. Выбираем байк туризм. Выбираем байк туризм. И выбираем то место, откуда мы будем стартовать. Ну, допустим, мы будем стартовать из центра города. Наводим крестик и кликаем мышкой. Появляется вот такой вот зеленый кружочек. Это место старта. И теперь идем в город Днепр. И выбираем место финиша, куда нам надо приехать. Допустим, нам надо приехать в Сагайдак парк. Вот сюда. Кликаем здесь. И вот этот черный кружок, это финиш. И программа автоматически нам рассчитывает маршрут, который вот показан на карте в виде вот такой красной линии. Теперь смотрим, что же за маршрут. Мы можем этот маршрут изменить, если нас что-то не устраивает. Допустим, мы хотим поехать немножко по другой дороге. Мы можем этот маршрут изменить. Для этого мы кликаем в каком-то месте на маршрут. Появляется вот такой серый кружочек. И потом зажимаем мышкой и перетягиваем его в тот поворотный пункт маршрута, который нам нужен. И программа автоматически пересчитывает. И таким образом мы можем добавлять поворотные пункты маршрута по нашему усмотрению. Вот, допустим, мы не хотим ехать здесь по дороге, хотим по селам. Вот здесь мы, допустим, хотим проехать через молодой лес. Ну и так далее. Получился вот такой маршрут. Снизу, вот шкала, мы видим рельеф нашего маршрута. Вот когда мы ведем мышкой, мы можем смотреть на карте, как передвигается синий кружок, с которым мы передвигаемся. Мы можем посмотреть, на каком удалении, в каком месте будет какой рельеф маршрута. Также здесь можем посмотреть общую протяженность маршрута. И все, как у нас все выглядит. То есть маршрут наш 153 километра. Также мы можем карту наложения здесь наложить, в которой будут маркеры дистанции, километровые отрезки. Вот так. Очень это, кстати, иногда полезно. Хочу сказать, что вот этот маршрут, если вы его так загрузите и поедете, то, возможно, у вас сюрпризы в пути. Поэтому его надо детально просмотреть, потому что программа иногда прокладывает по таким дорогам, по которым лучше бы не ехать. Через поля, например, где-то проселочными дорогами, полевыми дорогами. И желательно вот так вот просмотреть весь маршрут по километражу, какими дорогами, где ведет. И по возможности, при желании, вы можете, опять же, маршрут поменять. Вот видите, вот тут вот, допустим, мы едем по лесной дорожке, вдоль железной дороги. Я, например, точно знаю, что здесь песок, и будет ехать сложно через лес. И так далее. Обязательно надо просмотреть весь маршрут. Я честно вам говорю, особенно, когда составляешь маршруты на дальние дистанции, на длинное расстояние, весь маршрут пересмотреть сложно. И иногда случались очень неприятные сюрпризы в пути. Через, в общем, сложные отрезки приходилось проезжать. Отберем пока километраж. Так, что дальше? Значит, смотрите, наш маршрут 153 километра. В принципе, этот маршрут можно проехать за один день. Но я лично не люблю проезжать такие расстояния за один день. Поэтому я планирую себе ночевку. Ну, если 153 километра, то где-то пополам, посерединке мы будем ночевать. Как я уже всегда рассказывал, то ночевку я привязываю где-то к водоему. Потому что на водоеме, возле водоема, возле реки, ваша палатка будет выглядеть более естественно. Меньше к ней будет вопросов, чем вы поставите где-то на окраине села или в чистом поле. Поэтому я выбираю водоемы. Также там можно искупаться, смыть пот. Или, если нет водоема, то тогда желательно лес или какая-то посадка. В общем, подальше от... Ну, чтобы себя не афишировать. Наш маршрут 153 километра, поэтому где-то 70-75-80 километров мы ищем место ночевки. И вот как раз у нас Нехвороща. Сколько тут? 70... Вот, 70-70 километров. Здесь у нас в районе Нехворощи очень много водоемов. Проходит река Орель. Очень красивая, чистая река у нас. Канабул, Днепр, Донбасс. Озера. Вот здесь где-то можно найти ночевку. То есть, предположительно, мы уже район знаем. Но хотелось бы точнее, чтобы потом, когда ты туда приедешь, чтобы не рыскать, не искать, где именно остановиться, а уже ехать на конкретное место. Для этого я пользуюсь... Ну, во-первых, здесь есть в самой программе All Trails спутниковая карта. Можно ее применить. И на ней посмотреть, где тут пляж и где тут что. Ну, здесь разрешение как бы не очень хорошее в этой карте. Поэтому я пользуюсь программой Google Планета Земля. Именно Google Планета Земля. Потому что здесь, кроме спутника, есть еще фотографии. Находим на Google Планета Земля наш район, который нам нужен. Вот река Орель, вот канал Днепр-Донбасс. И мы можем посмотреть по спутнику. Вот мы будем ехать по вот этой дороге. Есть вот, видно на спутнике проселочные дороги вдоль канала. Но что-то я не вижу. Тут хороших заходов в воду, не вижу пляжиков. Посмотрим на реке Орель. Вот есть у нас тут, я уже вижу, пляж. И вот на пляже можно посмотреть фотографии. Вот как выглядит река. Вот видно тут песочек. Видно фотография сделана с пляжа. Вот еще фотография. Ну, видимо, это фотография с пляжа. Вот как выглядит река. То есть, рассматривая фотографии, можно понять приблизительно, какая там местность. Потому что на карте, как вы понимаете, река это просто синяя полосочка. А в жизни получается, что не в каждом месте, вы можете, далеко не в каждом месте, вы можете подойти к берегу и искупаться. Ну вот, как бы, пляж мы уже один нашли. Но, мне, например, не нравится, что этот пляж находится прямо возле населенного пункта. Ну, как бы, очень людно. И я такие места не люблю. Поэтому надо чуть-чуть нам поглушить место. Посмотрим тут по берегу. И вот мы видим, вот, допустим, смотрите, мы можем переехать реку. Вот есть проселочная дорога. И вот какое-то тоже место. И вот есть фотография. Вот как это место выглядит. Ну, как-то здесь сильно открыто тоже. Мне нравится. Ну, фотографии есть не везде. Вот с этого берега, вот смотрите, вот и дорога сюда подходит. Здесь точно какой-то пляж или рыбацкое место. В принципе, нас устраивает. На окраине села можно здесь его принять за основу, за нашу ночевочку. Что мы дальше делаем? Мы можем добавить вот это место на нашу карту, на наш маршрут в виде путевой точки. Надо его только найти. Для этого мы можем опять перейти на спутник и посмотреть. И вот это место, вот оно. Мы можем добавить сюда путевую точку. Для этого заходим сюда, и тут есть вкладочка Waypoints, путевые точки. Добавить новую путевую точку. Появляется вот такая желтая штучка, и мы ее мышкой наводим на то место, где мы выбрали ночевку. Вот оно. И можем при желании взять наш маршрут и перевести его вот сюда. И, кстати, путевой точке мы можем присвоить название. Присвоим название, допустим, ночь 1. То есть у нас уже есть маршрут с ночевкой. Мы проезжаем 70 приблизительно километров. Ночуем, утречком купаемся, отдыхаем, утречком встаем и едем в город Днепро. Карта, маршрут готов. Также мы можем сюда добавить еще много путевых точек. Допустим, мы добавили место ночевки, ночь 1. Мы можем добавить сюда какие-то достопримечательности, какие-то интересные места, какие-то, может быть, красивые пейзажи, которые надо посетить на пути. Все. После этого сохраняем карту. Нажимаем «Применить» и карта сохраняется. Предположим, что в Днепре мы погуляли, и нам надо ехать назад. И нам надо составить маршрут обратной дороги. Но по той же самой дороге ехать неинтересно, мы хотим его изменить. Что мы делаем? Опять переходим вот сюда вот. Нажимаем «Draw on map». Рисуем новый маршрут. И видите, у нас вот этот наш маршрут, который мы составили, называется «Rowd 1», и появляется «Rowd 2». И рисуем новый маршрут. Опять же, выбираем в Днепре место. Теперь уже в Днепре место, откуда мы будем начинать свой путь. Согайдак парка. И хотим мы, допустим, проехать уже не через Нехворощу, а через Петриковку. Дальше через Кобеляки. И дальше уже вдоль реки до Полтавы. Вдоль нашей красивой реки Ворскла. Билыки. Билыки Полтава. Ну вот здесь маршрут пошел не вдоль реки. Мы можем его перетянуть. Здесь тоже. И вот так отлично вдоль реки мы поедем домой. Получается у нас маршрут 175 километров. Чуть больше. Точно так же, таким же образом, где-то посрединке или где-то возле водоема ищем место ночевки. Таким же образом, здесь я уже знаю, что я бы ночевал на берегу реки Ворскла, возле города Кобеляки. Ну туда, правда, получается у нас 110 где-то километров. Ну ничего страшного. Точно так же на спутниковой карте ищем место ночевки. Добавляем его сюда как новую путевую точку. И карта готова. Вот, допустим, я хочу добавить новую путевую точку. И, к примеру, я буду ночевать вот здесь. Для этого мы берем и перетягиваем наш маршрут сюда. Вот так. После этого сохраняем все это дело. Сохраняем маршрут. И сохраняем собственную карту. После этого выпадает такой список, и вы можете сразу эту карту скачать. Download Road. Нажимаем скачать. Тут выбирается, в каком формате вы можете скачать ее, в зависимости от того, каким вы пользуетесь навигатором. Тут и Garmin, и, в общем, разные файлы. Я пользуюсь программой Osmond, поэтому буду скачивать в виде GPX трека. Ок. Выбираем место и называем карту, как мы хотим. Допустим, карта в Днепр. Сохранить. И после этого, уже в виде GPX файла, вы загружаете эту карту в ваш навигатор и по нем едете. Эта карта, сохраненная, остается в вашем профиле World Trails. Опять же, во вкладочке Saved можно зайти в выпадающем списке My Maps. И здесь появятся все карты, которые вы нарисовали. Вот у меня уже тут много карт. И вот эта карта, которую мы создали сегодня. Ну и здесь у меня множество карт, которыми вы можете делиться, которые вы можете показывать другим. Тут тоже сообщество, тут тоже можно подписаться на какого-то пользователя. Но я, честно говоря, не всегда выкладываю свои карты в открытый доступ, потому что все карты мои, они немножко сыроватые. Я не пишу трек, когда я еду. Я еду по карте, которую составил дома. И иногда есть пути изменения. Поэтому я картами своими не делюсь, потому что они сырые. Так, это что касается построения маршрута в целом. Я думаю, ничего сложного. Там можно еще в этой программе полазить, поиграться. Может, найдете еще какие-то интересные для себя функции. Теперь я хочу немножко рассказать о том, чем я пользуюсь, когда прокладываю свои маршруты при путешествиях за рубежом по Европе. Как я уже рассказывал неоднократно, что я стараюсь, люблю велодорожки, люблю веломаршруты и стараюсь к ним привязываться. Потому что веломаршрут, велодорожка, это любой веломаршрут, это гарантия того, что вы будете проезжать через какие-то интересные места. Может быть, красивые пейзажи, может быть, какие-то музеи, может быть, какие-то исторические места. И гарантия того, что ваш маршрут будет лежать по велодорожкам или по дорогам с малым трафиком. И точно по дорогам, по которым можно ездить на велосипеде. Потому что часто бывает такое, что в Европе много дорог, по которых на велосипеде ездить нельзя. И вот в программе All Trails есть такая вкладочка Way Market Cycling. Наложение на карту всех маркированных велосипедных маршрутов в Европе. Посмотрите, как их много. Посмотрите, как их много. К сожалению, у нас их пока нету, они отсутствуют. Ну, я надеюсь, что пока. И вот к любому из этих маршрутов можно привязаться и путешествовать. Все эти маршруты имеют название. Вот это красными линиями, я так понимаю, обозначены маршруты международные. А синими линиями это маршруты, которые внутри страны. Все они имеют название. И при желании, если погуглить, поискать, то можно найти и даже скачать GPS-трек. В зависимости от того, в каком месте у вас будет старт и где будет финиш, вы выбираете нужный для себя подходящий вам велосипедный маршрут и по нему прокладываете трек. Тут есть особенность в том, что программа All Trails не прокладывает автоматически маршрут именно по вот этой вот линии. И приходится это делать вручную, и бывает это очень долго и нудно. Поэтому желательно найти и скачать этот маршрут. Ну или вручную прокладывать. И программа постоянно хочет выбрать другую дорогу. В этом немножко есть нюанс. После того, как вы составили маршрут, как я уже сказал, файл сохраняется в нужном вам формате и переносится на ваш телефон, которым вы будете пользоваться, как навигатором, или в ваш навигатор. Я пользуюсь навигацией в программе Osmond на смартфоне. И в одном из следующих видео я расскажу, как я пользуюсь уже на практике, составленным мной заранее маршрутом, какие фишки есть в Osmond, какие нюансы и какие особенности. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Кому было полезно это видео, с вас палец вверх, с вас подписка. И на этом все. Надеюсь, видео было для вас полезным. И все. Всем пока.